Добрый день! Здравствуйте! Я с утра звонил, вам видно некогда было? Да, нас не было, тут с аппаратурой неладно было. Ну, слава Богу, я очень рад видеть вас здравым. Спасибо, Христос. Пусть нас Господь благословит и сохранит. Если можно, я два вопроса задам по Святому Писанию. Хорошо. У нас все записывается, в интернет выставляется, вы не против? Да-да, мы уже разговаривали об этом, я согласен. Все, чтобы не было претензий. Так, я слушаю вас, пожалуйста. Вот, по первой книге и по последней. Вот, в первой книге, как вы можете объяснить те слова, значит, я тебе дословно даже прочитаю их, «Бытие». Ага, «Тверь небесная». То есть, вот, первая глава, «Тверь небесная» — это что такое? Как вы понимаете? Вы открыли книгу «Бытие»? Да-да. Хорошо, сейчас я открываю. Чтобы сразу можно было найти. «Бытие» — первая глава? Да, вот, по-моему, 17-й стих. «И поставил их Бог на «Тверь небесной», чтобы светить на земле». На землю, но и что? «Тверь небесная». Да, два великих светила. Ну, вот «Тверь небесная» — это как можно объяснить вот это? А тут объяснять нечто. И вот 14-я строка. Ну, это то, что называется «Тверь небесная». Ну, у Евы это говорится, что по саму небо, как литое зеркало. Как оно нам кажется и применительно к нашему пониманию Господь говорит. Вот, допустим, Солнце восходит. Ну, все же знают, люди, грамотные астрономы, что оно не восходит, а Земля поворачивается. Ну, и в календарях по сегодняшний день пишут «Восход Солнца во столько-то, заход во столько-то». И это применительно к тому времени, как... Да, но это имеется в виду «Тверь» — это не прямое, а переносное, да, получается? Ну, конечно, потому что Господь иногда говорит нам, чтобы было понятно. Вот мы считаем, допустим, Псалтырь Давида, он говорит «Про струны и дома сапог мой». Что, Бог, в сапогах ходит? Ну, и мы не можем буквально это понимать. Вот, говорит, весь мир перед ним, как саранча. Это показывается. Потому что много аллегорических изречений, и их нужно правильно понимать. Тем более, все это уже истолковано Василием Великим. Они видят на Тверде Небесной. Нам кажется, небо-то как твердое, звезды кто-то зажигает. А никто же не... Ну, такого простого человека спросил, он скажет ли, что это миллиарды километров от нас? Не миллионы, а миллиарды. Они же рядом звезды. Не рядом, далеко. Но Господь говорит с нами, чтобы нам было понятно. Мы как маленькие детишки. Ну, да, ну, у меня тут немножко по-другому немножко. Ну, если это вам не интересно, то я, конечно, буду молчать. Ладно, хорошо. Еще одно откровение. Там вот написано в одном месте. Третья часть людей погибнет. Что вы можете об этом сказать? Так, я не понял. Вопрос. Какое место? Писание. Откровение. Там написано, третья часть людей погибнет. Так, минуточку, сейчас я открою, чтобы она мне ошибиться. Я сейчас открываю. Так. Откровение. Какая глава? Так, сейчас я скажу. Давайте откроем шестую. Так, открыл шестую главу. Стих какой? Нет, не шестая. Нет, не шестая. Так. Это все не помнишь? Да, так быстро я не найду. Надо было записать, мы бы быстро нашли его. Ну тогда произнесите, чтобы я расслышал. Тут у вас что-то какой-то звук идет на динамик, сильно шумит. Посмотрите, то ли микрофон у вас неладно, может выключить можно. Ага. Ох, ох. Там написано, при эхо-да-то, да? Пишает, ваш динамик мешает мне слушать. Так. Говорите. Еще раз, значит, там в одном месте сказано было, по-моему, шестая труба, когда вас друбит, погибла третья часть людей. Вот так вот. Да. И в глазе шестой трубы. Да. Погибла третья часть людей. Об этом что вы можете прояснить? Ну, вы, наверное, говорите, откровение, вот это, от этих трес язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. 9-18. Нет, нет, нет. Ну, есть еще 8-12. Да, да, да. Четвертый ангел вас срубил, поражена была третья часть Солнца, третья часть Луны, третья часть звезд. Таша затмилась, и третья часть дня не была светла, так, как и ночи. Третья часть. В том месте написано так, умерла третья часть, одушевленных тварь, это 8-9. Еще 8-11. Имя всей звезде Полынь, и третья часть вот сделалась Полынью. А, то есть везде тут учитывается третья часть, да, будет? Ну да, я смотрю, сколько раз третья часть говорится. То есть это не одноразово, это на протяжении... Ну, третья часть уже 8-12. Да, именно так и говорится. И вопрос, а в чем? Если сказано так, значит, оно и... Но это будет или уже было? Нет, это будет. Будет. Это 2,5 миллиарда обойдется вот эта вспышка. Это будет, да? Да. Оно называется иногда травой... Да, да, я вот тоже так посчитал. Да, да. Архиепископ Андрей Кесарик Ападокийский, он так и толкует это. Ну вот ваше изображение как-то такое не очень качественное сегодня. В тот раз было хорошее изображение, сейчас как-то не очень качественное. Ну я могу... Так лучше? Так не лучше? Ну, в принципе, изображение пусть будет так. Слышно мне вас хорошо? У меня слышно нормально сейчас? Сейчас лучше слышно хорошо. Ну, бывает так. Потому что у меня идет запись. А, ну, вы видите, я тогда... И она сейчас энергия тянет на тот ролик, который у меня записывается. У меня большой разговор был с Ападокийским. Понятно, все замечательно. Вот. И поэтому... Значит, или... Ну, я продолжу, если можно. Говорите, я слушаю. Вот вы, с одной стороны, как бы... Да, с одной стороны, вы говорите, что православие, ну, то есть, вот эти пять церквей, которые были рукоположены, и они являются единственными настоящими церквями от Иисуса Христа, они сейчас как бы испытывают не совсем благоприятные такие... Ну, я бы сказал, времена у них настали такие достаточно неблагоприятные, будем говорить. Как и в православии, так и в папской, папской католической церкви, и во всех остальных, то есть, мы наблюдаем очень сильный упадок. Да. То есть, сильный такой упадок. Вы можете с этим согласиться или как-то пояснить это? А как согласиться? Есть такое, да? Господь строго карает... То есть, смотрите, вот если... Говорите. Ну, вот даже в нашей стране, вот православие, да, вот, если мы вот рассмотрим его, то Дальний Восток, там уже практически православных храмов даже и нет. То есть, везде вот как бы идут, ну, протестантские конфессии, которые как раз культивируются у нас на нашем государстве, и они как бы занимают свое место, свою нишу. Ну, и то же самое и за границей, тем более, если взять Европу, то там католизм, католицизм, значит, он тоже так претерпевает такие неблагоприятные условия. Почему? Потому что в самом даже католичестве, там, ну, такие садомские грехи, которые культивируются, и при том, такие священнослужители, которые сочетают гомосексуалистов, там, и сами являются такими. То есть, это как бы не то, что не благоприятные условия, это как бы величайший грех. И вот, что вы можете сказать, вот почему это так вот, такой упадок идет? Так это с первого дня. Что помешало Адаму жить в раю? Почему он оттуда выпал? Прямо вывалился из рая-то? Аев, это, Иоанн Златоуст говорит, аев сидел на гноище за городом-то и вошел в рай. Это с человека зависит. Почему так? Потерял страх. Почему демон пал с неба? Был-то Люцифер, был херувимом осеняющим. А превратился из Люцифера, ангела света, в сатану. Почему? Гордость. Человек от себя возомнил. И так и здесь сейчас. Временной жизнью обольстился человек. И апостол Павел везде об этом говорит. Горе живущим на земле. Ибо к вам сошел дьявол великой ярости. Ища кого поглотить. Зная, что ему немного осталось времени. Сатана подставляет соблазны. Люди принимают. А другие сатану наоборот побеждают. Почему? Страха нет Божиим. А страха нет. Нет начала мудрости. А страх перед Богом. Не попасть в ад. Это холодное состояние человека. Поэтому не испытал страха. Нет настоящей любви. А без любви, без горящей веры ничего и нет. Смотри, как святые подвязались. Павел говорит, многие бегут на ресталище, на стадионе. А один? А один получает награду. И потом бегите, чтобы получить. Это не просто надо считаться верующим. Поста не соблюдает. Молитвы нету. Ревности нету. Благовестия нету. Милостыни нету. Но и одна пустота, звук. Дьявол приходит, говорит, находит незанятый. И поселяется, берет семь злейших. И последний бывает хуже первого. Лучше бы не познать пути истины. Тут все понятно. Мы это знаем на опыте. Только чуть зазевался, он уже подножку ставит. А когда котел разожженный, и там хотя бы варилась у нас масть мироварника, ну по-нашему сказать, какое-то варенье или что-то, что мухи любят. Ни одна муха на раскаленный котел не сядет. Она это чувствует. И так и человек, когда он любовью движется, страхом Божиим, он еще не может с ним сделать. Тут мы считаем житье в Орлаема и Асафа. Его отец не знал, как отвратить от христианства. Ну и посоветовали ты девушек, да и красивые, чтобы они соблазняли его. Ну и была одна там царевна пленная. И она говорит, ты только со мной переспи один раз, а я христианкой сделаюсь. Ты же желаешь, чтобы я спаслась. Но Бог навел на него сон. И он во сне их увидел, а у них собачьи морды, свиные. И когда он проснулся, он смотреть на них не мог. Бог спас его. А другой там только шорох платья, юбки услыхал, уже полез куда не надо. От человека зависит. А что тут объяснять-то? Мы-то за собой знаем, куда попало, глаза глядят. Паститься толком не можем. Что сказали, надо от сдачи дать. А ты смирись и скажи, я достоин большего. А меня Господь еще терпит как-то. У нашей мамы было 10 нас ребятишек. 10. Она мать героя. А она, у нее было, как, ну, нехорошее слово такое, с мечта. Это нехристианское слово. И она все время, когда девушкой была, желала стать монахиней, уйти в келью. У нее 10 ребятишек. Жизнь на закате, 80 лет. А она все еще думает о келье. Она внутренно монашка. А другая монашка там живет, черная головешка, как Серафим Сарусский говорил. Что толку, что она там находится-то? Как Григорий Богослов говорил, как галки, как журавли толкают друг друга. С одной стороны, вы говорите, протестантские церкви являются, как вы их называете? Люди называют деноминацией конфессией. Я против этого. Таких слов в Библии нет. А есть истина, есть ересь. Все, где не имеют рукоположения, это еретики. Это не в церкви. Но они хорошие, потому что считают Библию. Но вы считаете, что вот эти протестантские церкви, они как бы порождение дьявола или Бога все-таки? Видите, такой вопрос так ставить я не могу принять правильно. Я могу сказать одно, что Дух Святой их коснулся. И они уверовали. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Если он баптист, пятидесятник, и говорит, я верю, что Иисус Христос это Господь, который умер за мои грехи на Голгофском кресте. Что это? От кого? Православные говорят, это все у него от сатаны. Нет, это от Бога. Это Дух Святой коснулся. Но они дальше не идут. Они, это ступеньки застыли. У них нет литургии. Нет у них тела Христового, а только воспоминания хлеба. И они говорят, у нас, говорят, он не присуществляется. А если нет тела, ну, считаем, 6 глава Евангелия Теана, там нет жизни. Жизни Христовой. Это они только думают, что имеют. А косись дальше-то. Начни его исповедовать. Там такое полезет. Они в какой-то виде, там, видение, там, пятидесятники. А все вопреки Слову Божию. Я с ними очень хорошо знаком. 53 года работаю с ними. Хорошие люди. Но они засохли на первом месте. Вот они против православия. Против православия никто не выступает. Православие это наши братья, поэтому здесь никто против них не выступает. Если вот мы наблюдаем вот эти основные церкви, которые вы перечислили, эти пять основных церквей, они у нас как бы находятся в таком запустении, мягко говоря, будем говорить, то все протестантские церкви, они проявляют такой бурный рост. И вот миллионные церкви, как вы можете их отрицать и говорить о том, что там нет Бога, вот это тоже как бы интересно является. Вот посмотрите, Йонгичо, вот Южная Корея, у него миллионная, ну не миллион, где-то около миллиона членов церкви. Живая, огромнейшая церковь. И он сам говорит, чтобы мне провести воскресное служение, мне надо четыре часа молиться, для того, чтобы провести вот это богослужение. Если мы рассмотрим второе государство в мире по экономике, то это будет Китай. В них только протестантов более ста миллионов. Вы представляете, это огромная церковь, огромная церковь. И вот так вот говорить, что вот это там как бы нехорошо, а у нас это все лучше, как бы, ну как бы не совсем, я думаю, объективная оценка была бы. В Намибии, в Африке, Джошуа, действительно, я смотрел на него и видел, что там действительно Бог. Там вот видно это присутствие, это явно, это не надо как-то анализировать, не надо как-то обращаться в какие-то суды там или научно-исследовательские институты, чтобы определить это. Это же видно невооруженным глазом, что там Бог, присутствие Бога, и Бог там это все делает. То есть вот как Вы это можете вот тоже объяснить? Мы разговариваем во свете Святой Библии, о том, что много, что они хорошие, что мне так кажется. Это неопределитель, совершенно неопределитель. Много было и коммунистов, и были люди у них хорошие, были еретики, как Ари. Надо смотреть, что говорит Бог через Слово Божие. Дух Святой сходит в определенном порядке. Мы считаем Деяние 8 глава. Мы не можем... Сектанты этого не хотят говорить. Почему? Потому что Сатана блокирует их. Я говорю, ну Вы верите? Восьмая глава Деяния апостолов. Да зачем нам это знать? Мы верим. Меня Бог любит. Он не хочет говорить. Сатана его ведет своим путем. Мы считаем 12.48 Евангелия Теана. Господь говорит, я не сужу Вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить в последний день. Мы можем верить в это или не верить? Если оно будет судить, отсюда вопрос. Абсолютно. Мне надо жить потому, что Христос сказал, что в Святой Библии написано, или потому, что глаза мои видят-то. Абсолютно. Они не верят, что Сатана скован. Они не могут отличить икон от идолов, не могут. Они верят, что тысячелетие царства когда-то будет на земле. Что Бог грешников уберет. Только верующие вознесутся к Господу, а потом еще будет битва какая-то. Полное непонимание Священного Писания. Присутствия Духа там нет. И вот смотрим мы Деяния Апостолов, 8 глава. Я вам не считаю, буду говорить. Услышали апостолы, а они в Иерусалиме находятся, что в Самарии люди уверовали во Христа. Ой, там много, там Южная Самария, там Южная Иудея. Они не стали говорить. Они знают, что все, поставленные Христом, находятся в Иерусалиме. И Петр и Иоанн встали. Они не стали звонить ему по мобильнику туда. Они на 100% знали, что там ничего нет. Это не церковь. А сегодня сказали бы, ну они обратились, они покаялись, они хорошие, их там много. Это все дым. Дым изо рта идет. А они встали и пошли. И когда они пришли туда, написано, они Духа Святого еще не получили. А почему? Потому что через кого Дух сходит через руки? Они в Иерусалиме находятся. И они возожили руки, и Дух Святой сошел. Бог так установил. Нам не надо Богу диктовать. Ну Бог сказал так, сказал, обрезывайте. А кто не будет обрезан, будет уничтожен. Всякая душа, которая не будет обрезана, да будет истреблена. А при чем тут обрезаны? Я ногти обрезаю каждый день. Не ногти, а детородный член должен отрезан, это быть кожица. Нам не надо Богу диктовать. А теперь я спрашиваю, разговариваю с руководством баптистов, адвентистов седьмого дня. Я говорю, скажите, вы людей крестите, да? А почему вы их крестите так назад опрокидываете? Вот держите его, вот так, лицом кверху, и туда его, в воду, вдвоем его. Ну так написано, что написано? Где? Покажите. Ну где написано? Они показать не могут. Я говорю, Христос как умер? Он стоял. Смерть, он прибитый. Если это воин бежит, его пуля попала, он упал лесом вниз. Он завалился на бок. А Христос умер стоя. И мы крестимся в смерть. Шестая глава, четвертый стих, послание к римлянам. Мы в смерть, то есть вертикально должен вот так креститься, даже внешне неправильно. Совершенно неправильно. Я говорю, скажите, у вас крещение для чего нужно? Ну, чтобы с членом общины стал. Ну, вот я говорю, скажите, у вас в крещении что совершается-то? Ну, обещанию Богу доброй совести. Ну, первая глава, первое, сказать, послание к Петра, 3 глава, 15 стих. Вы согласен я с вами? Ну, скажите, вот крещение, он покаялся, пришел, прям в общине, стал, братья и сестры, я хочу служить Христу. И он начал каяться со слезами. Он покаялся? Да. Грехи прощенные? Ну, конечно. А почему вы в член общины не записываете? Так он не крещен. Да ну, он вам не нужен крещение, он уже прощенный. Вы его братом зовете? Ну, да. Он покаялся. Ну, а почему в общину-то не ставите? Они не могут ответить. Не могут. Повторяю, за 53 года мне ни один не ответил. А почему? Нестыковка. Они Слово Божие не знают. А я говорю, в крещении, когда в воде, грехи прощаются. Да вы что? Нет. Я говорю, нет. Я говорю, у тебя сколько пальцев на руке? Пять. Давай, загибай. Деяние апостола, 2 глава, 38 стих. Мужи воскликнули. Что нам делать, мужи-братья? Петр говорит, покайтесь. Покайтесь. Вы верите в это? Ну, конечно. А для чего? Для прощения грехов. Я говорю, не обманывайте людей. Второе. Второе. И докрестится каждый из вас своими Иисусами Христами для прощения грехов. Прощение грехов в крещении. Вы что обманываете людей-то? Первое. Покайтесь. Признайте себя виновными. А прощение в крещении. Застановились. А потом и получите дар Святого Духа. Вот тогда. Теперь Савл Осиян был светом, когда шел в Дамаск хватать христиан, и он упал, и он разговаривал с Богом, со Христом. Зачем ты гонишь меня, говорит? Трудно идти против рожена. И когда он в Дамаск привели его, привезли ли там, и к нему пришел тамошний епископ Анания. И он заходит и говорит, брат Савл. Я спрашиваю баптистов, скажите, вот он заходит к нему, он прощен, этот человек, Савл? Ну, конечно. Уже братом назвал. Давайте на бумаге запишем. Савл был прощен, грехов на нем нету. Все согласны? Все. Полторы тысячи собрания, все согласны. То есть полторы тысячи обманутых людей. Почему? Потому что не церковь. Сатана мозги пудрит. Я говорю, давайте считать дальше. Он считает. Я говорю, что написано дальше? Он говорит, что ты медлишь. Почему? Потому что ты в грехах. Ты можешь умереть. Запятая. Встань. Крестись и омой грехи твои. Петр говорит, крестись и омой. Теперь Павел говорит омой. А у нас учат. Мне не надо, как вы учите. В крещении, если оно правильно омывается, грехи. Он братом назвал его. А грехи на нем. Потому что заблуждение. Заблуждение от сатаны. Заблуждение Бог не дает. И в церкви Христовой за 2000 лет никогда по-другому учения не было. Почему? Так нет просвещения Духа Святого. Я уверовал. А живут-то как? Я их очень хорошо знаю. Вот надо поститься, когда хочешь. Никогда хочешь, когда церковь установила. И какой пост? Они ничего этого не знают. Какое место Писания не возьми, я по порядку начинаю. Я говорю, вы признаете Матфея 24 глава? Ну, конечно. Признаете? Да. Ну, давайте считать. И на небе появится знамение Сына Человеческого. Ну, я говорю, что это? Ну, Христос. Я говорю, знамение. Не Сын Человеческий. А за Ним, след, явится Сын Человеческий. А обман один идет. Я говорю, вы верите, что Христос сказал, дом мой, дома молитва наречется? Ну, да. А куда он пришел? В храм. Не в синагогу, в храм. В храм пришел. И говорит, дом мой. Вы верите в это? Верим. Давайте на бумаге записывать, чтобы вы не отреклись. Мы берем бумагу, запишите, распишитесь. Вы сейчас пятитесь будете, как отступники. Христос пришел где? В храм. А храм как был построен? Как называется? Соломонов. Да какой Соломонов-то? Вторая паралипоменон, 25 глава, говорит, что Набуходоносор изломал море медное, все вынес оттуда. Правильно. А какой это храм? Зарававелев. Книга пророка Агея говорит. Они не знают Писания. Я говорю, а в этом храме, в этом храме устройство было по образу небесного. По образу небесного. Вы верите в это? Ну, да. Я говорю, скажите, если Христос назвал мой дом, это было капище идольское? Да, конечно, нет. А там что было изображение? Слово изображение означает икон по-гречески. Нам с греческого перевели-то. Иконами был уставлен весь храм от пола потолка и снаружи. А где известно? Где известно? Пророк Азекииля, 41 глава, 17 стих. Запишите себе. Вот вы запишите сейчас. И вы увидите, вот так все в изображении было. Но если мы это считали, я говорю, почему у вас не одного изображения нет? У вас как могильный скреп по образу небесного. Теперь, ну это было в Ветхом Завете. Не обманывайте людей. Мы считаем во второй главе Деяния Апостолов сошел Дух Святой. Нет, нет. Нет, я это не про вас говорю. Я с ними разговариваю, с баптистами. Я говорю, вы верите, Дух Святой сошел? Да. А в третьей главе, после сошедшего Духа Святого, Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы 9. Куда нашли? В Идовской капище или в Божий храм? Христос два раза изгонял и называет мой дом, мой. Это вы его сделали вертепом разбойников. Вы его сделали тут домом торговли. Что же они знают? И в Корее вот эти приходят, и в Корее со мной разговаривает один. Он ушел оттуда в православие. Я сколько лет трудился и понял все зло. Я их знаю, говорит, очень хорошо, как они деньги выплачивают. Тут у меня знакомый сейчас один приехал, бывший. Перешел к мормонам. Его поставили старшиною. Я говорю, зачем ты пошел? Да много платят. Они платят, у них деньги есть. И нет конца заблуждения этим. Они не церковь. А Христос придет за церковью. Я не говорю, погибших они нет. Я знаю по Писанию, что церковь, то, что Бог основал. Без рукоположения от апостольских времен, это самочинное сборище. Дафана, Аберона и Корея. Это образы. Числа 16 глава. Если верить по-божески, тогда надо признавать. Деяние апостолов 2.47. И рукоположили каждой церкви. А зачем рукополагать тогда? Каждый из нас, мы все священники Бога Всевышнего. Откровение считаем 5 глава, 10 стих. 1 глава, 6 стих. Мы все цари. Нам никакой царь не нужен тогда. Мы все цари. Но нельзя же так играть словами-то. Мы священники, приносящие молитвенную жертву Богу. Это 19 глава, 6 стих. Исход, говорится. Весь народ израильский был священством избранным. Весь народ. Но кроме того, было еще и ливийное колено, которое приносило жертвы. И туда, в святая святых, никто не мог зайти. Только про священник один раз в году. Апостол Павел подробно описывает в послании к евреям. А зачем это нужно? Тебе не надо рассуждать зачем. Бог сказал. Высокоумие Бог поражает сумасшествием. И церковь Христова, которых я называю католики, православные, григория на армяне, коптесиристы, они имеют рукоположение. А там есть такие, да мы всех не знаем. Есть везде такие. Тут приехали, вот от этих баптистов отошли отделенные, совет церквей. Это хорошие люди. У них многие сидели. Но когда они стали исповедовать молодежь, они ужаснулись. Да брачные связи, и чего там только нету. Вот и все. Все хорошие, пока мы сами себя видим. Я все-таки хочу возразить. Дело в том, что Господь, Он настолько разнообразен, что Он никогда не поступает в два раза одинаково. Неправда. Если мы сейчас рассмотрим каждого человека на земле, а это более 7 миллиардов дней, а? Это неправда. Бог однажды установил, и у Него все одно и то же повторяется. Зима и лето, ночь и день, все одно и то же повторяется. И в церкви Бог установил определенный порядок. Муж и жена, 9 месяцев, у Него все повторяется. А как это так? Не повторяет никогда ни разу. Это неправильно. Бог однажды установил, 7 дней в неделю, то есть 7 дней так и повторяются. Мы если рассмотрим какую-то церковь, давайте православие рассмотрим. Я не знаю, любую протестантскую церковь. А вот в протестантской... Если человек туда приходит, он находит то, что он ищет. Если он ищет недостатки... Давайте договоримся, что церковь только там, где есть рукоположение. Это не церковь. Господь говорит, я создам церковь, врата она не одолеет. Если он ее создал, 16-18 Матвеев, то он вторично не сказал, через 17 столетий я буду создавать через Мартина Лютера. Это не церковь. Это ложное наименование. Игнатий, извините. Игнатий, я прошу прощения. Дело в том, что до создания мира были дети Божьи, которые должны были спасти. И если вот эти церкви, как вы их называете, через них невозможно Богу сделать, неужели вы его будете ограничивать? Сатана тоже думал, что он победил, когда украл человека у Бога. Он тоже думал, победил, его радости не было предела. А Господь взял, наложил и выгнал из рая людей. И человек перестал быть вечно грешным. Он стал смертным человеком. Понимаете? И то есть все равно Господь спасет, как бы его кто-то ограничения какие-то не пытался сделать, все равно Господь своих детей спасет всегда. Где бы они ни находились, в какой бы церкви они ни были. Нельзя так говорить категорически, вот Господь вот так должен делать и больше никак не делать. У него очень много различных вариантов. И если мы самим человеческим разумом своим думаем, что у него там как-то должно быть только вот так и все, то мы, я думаю, что в этом заблуждаемся. Так, знаете что? Евангелие от Матфея, 2 глава, 29 стих. Господь таким ответил, которого так, как вы говорите, заблуждаетесь и зная Писание. Вот я думаю, его дети, да они не дети, еретики, какие они дети его? Он по-другому как-то спасет. Ну, ни одно место Писания-то вы не приводите. Я вам считаю места Писания, а вы мне руками только размахиваете. Это не пойдет так, это не на равных. Никогда церковь не понимает. Он говорит, я создам. И он создал ее в городе Сесиомской. Куда она в церковь делась-то? Он не сказал, будут плохие люди, я заново церковь создам. Это сатана придумал. Он создал однажды в этой церкви, спасайся. А она не такая. Что о себе так высоко думать-то? Не такая. Не такая, а ты вот таким. Хорошо. Хорошо. Я согласен. Хорошо. Вы находите недостатки здесь. Я давайте буду копаться в православии. Кто из православных может спастись? Перечисляйте. Кто? Кто? Как, по именам или как? Кого перечислять? Я не понял. Повторите. Давайте по именам. По именам. Это первое послание к Коринфянам. Кто может в православии спастись? Я отвечаю как. Первое послание к Коринфянам апостола Павла. Четвертая глава, пятый стих. Не судите никак прежде времени. Да коли не придет Господь. Он нам пальцы связал. Не ваше дело знать времена и сроки. Он сказал. Нам не надо гадать, а кто спасется. Каждый повышен соответственно тому. Надо быть в церкви, не в секте. Никаких динаминаций Бог не основывал. Это выдумка. Это успокоились. Я не хожу в церковь, и я хороший. Пока священника у тебя не будет. Иоанн Златоуст говорит, без этих священных рук нет прощения грехов. А он недостойный. Да недостойны были священники в Израиле, но через них жертву Бог принимал. Сыновья Илья какие были? Что они делали? Но жертва только через них была. Бог установил это. Какой ягненок должен быть? Без порока. А нельзя было приносить никаких других жертв, кроме указанных Богом. Ну, одно дело соль. Соль приносилась. А почему мед не приносился? Он же сладкий. Нам не надо Богу диктовать условия. Бог дал определенные правила, и мы должны в них войти. Это в государстве, на дорогах. Что такую вольность позволяет это себе? А его дети, он их спасет. Откуда они взялись, дети-то? Когда у них ничего церковного-то нету. Я продолжу. Не можно я продолжу? Игнатий, вот посмотрите. Мы имеем... Господь нам дал Слово Божие. Это Новый Завет, на основании которого мы можем спасти. То есть, если мы будем жить и последовать этому Слову Божию, мы можем им спасти, этим Словом Божиим. Что представляет из себя Новый Завет? Это и у Петра, кстати, это сказано. Входите тесными вратами. Понимаете? Входите тесными вратами. Иисус Христос пришел и понес... Вернее, Он своим телом на Голгофе все наши грехи пригвоздил к этому греху, к этому кресту. И что мы имеем? Мы имеем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. А вы, допустим, берете каких-то святых, хороших людей, которые действительно святые. Я ничего против их не имею. Пусть они будут святые. Но вы уже их ставите какими-то ходатаями, им уже молитесь. И получается, что Иисус Христос напрасно принес жертву. Ну, вот давайте тогда будем вот в таком плане разговаривать. Если вы говорите, что у вас все плохо, у нас все хорошо. Да я не говорю, что плохо. Я не говорю, что не церковь. Вы мои слова правильно по ним поймите. Я не сказал, что вы хуже меня. Вы, которая вне церкви, вне церкви. А Христос говорит, церковь – это его тело. Это послание к Колоссянам 1.18. Он глава церковь. Не могла церковь быть основана через 18 столетий. Это ничего не понятно-то. Вот вы верите так. Запишите, как вы верите, во что верите. И теперь найдите вашу организацию. Когда она началась-то? Вы начнете куда-то туда. Я их знаю всех очень хорошо. Я полвека с ними работаю. Они начинают шуршать, как змеи в траве. Ну, скажи, когда. Лютеране в 1517 году. Адвентисты в 1814 году. В 41 году. Баптисты в 1639 году. Ну, где эти 16 столетий-то? Где была церковь-то? Один раз Господь церковь создал, и это навсегда. Это его невеста. И кто так верил во II веке, как вы верите? Кто в III? Ни одного назвать-то не можете. Никто. И теперь, если это правильно, а вы знаете, что ваша организация как называется? Я православный. Написано, дать отчет вашего... Он был на Евангелии сейчас, да как? Да нет, ее так не зарегистрируют. В отделе юстиции вы должны то, четко обрисовать, печать у вас будет. Как она называется? Новая жизнь. Как она называется-то? Вот вы даже не можете ответить. Или скрываете. Я прямо говорю, я православный. Вот видите как? Это уже лукавство. Я с вами по-честному разговариваю. Нет там Христа. Там вынука сплошная. Нет, вы меня обвиняете, и в том числе нет. Я не собираюсь лукавить. Я не собираюсь. Если я говорю, что я христианин, значит я христианин, понимаете? Нет. Человек верой своей будет жить. А не тот, кто ему там сказал что-то, и он послушал это и сделал так. Хорошо. Так не будет никогда. Ладно. Адвентист седьмого дня. Адвентист седьмого дня к вам приходит. Он говорит, я христианин. Но вы же разные. Ни у кого икон нету. Ни святым не молятся. Тут же придет свидетель Иеговы. Вот по домам ходят. Я христианин. Но вы же взрослый человек. Понимаете, что это еще не может показать границы того, где ты зашел. У тебя общество определенное есть. И вы уже не говорите. Сатана не разрешает сказать. Я православный. Я четко говорю. Я православный. Почему вы прямо? А я христианин. Ну я христианин. Я же не говорю, что я колхозник. Понимаете? Уже совесть мучает вас. Вы прямо четко ответьте. Я принадлежу к баптистам. Нет. Я принадлежу к десятникам. Харизматам. Никогда не будет. Ну. А сейчас говорят. Я никакой конфессии не принадлежу. Ну нет слова конфессии. Есть ереси церковь. Конфессии, динаминации. Замену слов. Дело в том, что, видите. Почему я вышел из православия. Это было около 30 лет назад. Ну я ходил. Я как бы тоже вот получил Евангелие от баптистов. Они мне тоже там благую вещь. Я помолился первый раз через баптисты. Как бы покаялся. Это было очень замечательно. Ну я как бы пошел в православие и ходил. Ну я думаю, что лет пять. То есть посты соблюдал. Хотя посты тоже ведь неправильно соблюдаются. Если уже говорить на это. Вы сначала назовите свое название. Иисус Христос своим примером. Вы меня не спрашиваете. Я начинаю отвечать в это время. Подождите. Подождите. Иисус Христос показал, как надо поститься, или Он не показал? Мы не о постах говорим. Мы одно не закончили, теперь другое. Вы назовите ваша организация. Как называется? Да, хорошо. Я перескочил. Наша организация полная евангельская церковь. Она никакого названия не имеет. Просто полная евангельская церковь. Но зарегистрирована в отделе юстиции. Как вот зарегистрирована? Что там написано? Евангельские христиане, баптисты тоже. Она не регистрирована. Баптисты тоже евангельские христиане. Пятидесятники христиане евангельской веры. Только выворачивая слова. Они тоже есть. Зарегистрированы, есть незарегистрированы. Есть зарегистрированные, есть незарегистрированные. Но если вы получили Евангелие от баптистов, у которых нет икон, у них ничего нету, что вам не нравится в православии, почему вы не остались в баптистах? Так я продолжу все-таки. Ну вот, что мне не понравилось в православии, значит. Я как-то помню, летним днем сидел на лавочке возле православного храма и проходил мимо священника. Я не знаю, сан его какой был, но он в черной рясе был. И я к нему подошел и говорю, вот здесь в Евангелии написано вот так и вот так. Почему здесь вот так написано, а здесь так? То есть какое-то место мне было непонятно, я сейчас это не помню. Почему? Потому что это давно было. И он говорит, что это тебе не надо читать. И я знаю, что таких, как я, было очень много. Для меня это был как бы не совсем этот ответ такой приятный, потому что он говорит, святое писание не надо читать. Понимаете? Не надо читать. Это человек, священник, облеченный какой-то властью, он говорит простым прихожанам своим, что не надо читать Евангелие. Вот это вы как можете расценить? Понимаете? Если мы будем искать вот эти вот места, как бы в церкви, которые, ну, не должным образом исповедуются, или они не описаны в Новом Завете, или эти недостатки все будем искать, мы придем в самое первобытное состояние, когда, ну, я не буду говорить, какое первобытное состояние. Понимаете? Вот. А если мы будем искать в каждой церкви Бога, спасенных людей, то я думаю, что у нас будет какое-то соприкосновение, и мы будем действительно двигаться вперед, а не тыкать на друг друга. А ты не так делаешь, ты погиб, а ты не так, ты, значит, ересь несешь, ты там еще что-то. Каждый человек в каждой церкви ищет то, что он находит. Если он ищет недостатки, значит, он найдет недостатки. Если он ищет какие-то спасения, он найдет спасение. Понимаете? Независимо от того, в православии находится или в протестантской церкви. Протестантские это не церковь, секта. Это те, которые не имеют священства. Вы их наговорите церковь, но вы должны сказать, когда эта церковь была образована. А потом я вам задаю этот вопрос, и вы ни на день не отвечаете. Вы говорите, она церковь. Ну скажите, в каком году ваша церковь образовалась? Я отвечаю вам на вопрос. Что такое церковь? Церковь это тело Христово, которое он образовал Духом Святым. Я отвечаю на ваш вопрос. Какая? Совершенно верно. Образовал Духом Святым, как это и написано. Так оно и было. И как эти люди верят? Я никак в этом не спеваю. Скажите, вот вы как... А церковь, что такое церковь? Скажите, пожалуйста, Игнатий. Ну я спорить с вами не буду, у нас не положено. Я вам просто говорю. Если вы задумаетесь, задумайтесь, напишите на бумаге, во что вы верите. И спросите, кто верил в первом веке, как вы верите. Во втором, назовите тех людей. Мы назовем по порядку. Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Ириней, Леонский, Иоанн Златоуз. Вы ни одного не назовете с 17 столетий. Это все выдумка детская. Если были люди, назовите их. Ни одного не было, как вы верите-то. Вы говорите, Христос всех любит. Давайте как верить, кому мы найдем в каждой церкви. Так вы верите в человека, понимаете? Каждой нет церкви, церковь одна. Одна церковь, одна. Игнатий, ну вы верите в человека, я верю в Бога. Вот все. Ну в общем, я ответил. Я ответил, дальше не будем говорить. Не дано закрыто. Если 30 лет назад пришли и ничего не увидели. Мы же там увидели. Священник сказал, ну и что сказал? Мало что он сказал-то. А у него власть какая-то. Сказал неправильно. Исследуйте Писание. И я должен там отдаваться, кстати? Да не можете вас оставаться. Сначала надо войти туда. И я стал искать, там где говорят правильно. Я это нашел, и слава Богу. Я нахожусь в православии, и я Писание... Именно, я нашел, и слава Богу, что я нашел церковь. Так. У вас вопрос какие еще есть? Хорошо. Да, есть еще один. Вот скажите, вот у нас в государстве приблизительно более 80... Я, по-моему, 88 регионов. В каком регионе вот православие занимает должное состояние действительно исповедовать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Вот это последний, наверное, вопрос. В каждом регионе, всюду, везде есть такие люди. Я же не езжу. Где я был, я везде таких людей встречал, которые исполняют все, что Бог повелел. Они в церкви. Я в Алтайском крае живу. Я знаю многих здесь. В нашей общине тут каждый такой. Я преподавал в разных университетах, в Академгородке, на Сибирске, в Кемеровской области, Томской, где проехал. Я проехал от Владивостока до Португалии. И везде таких людей встречал, которые знают Бога, и все православные. Еще один маленький вопрос, можно? Пожалуйста. Вот вы бороды не стригетесь, а волосы стригете. Почему? Я не понял вопрос. Повторите. Бороды не стригете, а волосы стригете. Почему? Как я волосы стригу? Для мужчины, для женщины волосы счесть. А для мужчины бесчестье. Потому что апостол Павел это сказал. И так всегда было. А бороду нельзя трогать. А, то есть для мужчин, да? Волосы. А волосы можно встретить? Не можно, а нужно. Это нам Библия говорит об этом. Вот вы сказали, православные там не имеют. А откуда у вас Новый Завет-то? Вы откуда его получили? Кто вам его дал? Это же православное все. Они его выделили, они его напечатали. Нет. Нет. А кто дал? Нет. А кто? Нет. Православные очень мало распространяют. В основном это протестантские церкви распространяют. Они распространяют что? Синодальный перевод. А первую Библию я получил. Они распространяют синодальный перевод. Синодальный перевод. Синод-то где? В православии или в баптистах? В канонических. Кто распространяет-то? Кто? Во-первых, Евангелия было не четыре. Евангелия Матвея, Марка, Лукьяна. Их было около 20 Евангелий разных. Евангелие от Фомы, Евангелие евреев, Басилиска. Где они эти Евангелия-то? Кто определил, что именно четыре должны быть? Четыре Евангелия-то? Кто? Дело в том, что... Я продолжу. Дело в том, что вот эти ворота, которыми являются Евангелия, четыре Евангелия, вот эти ворота, это узкие ворота. Если мы их еще 20 туда, у нас будет еще больше разногласий. Если нам Бог даст, и мы разберемся только в этих четырех Евангелиях за свою жизнь, Бог нам даст, хотя бы вот кому-то, я не знаю, есть такой человек или нет, который бы мог действительно сказать, что я вот все изучил, и вот, и до. Ему не надо эти 20 все изучать. Пусть он изучит эти четыре Евангелия. И этого будет достаточно для того, чтобы ему спасти. Этих знаний с избытком ему хватит для того, чтобы спасти. Но откуда вы узнали, что четыре должны? Тех, кто читает эту Евангелие. Кто сказал вам, что именно вот эти? А может быть, которые отвергли, те нужны, они... Но этого разве недостаточно? Вы как ребенок маленький отвечаете. Это достаточно? Я считаю, что этого достаточно. Кто сказал, что те, которые отвергли, они неправильны? Может, там вся истина и была? Почему именно те отвергли-то? А взяли, может, ну маленько, лишь бы четыре было? А почему четыре, а не два, не шесть? Дело в том, что, видите, вы сейчас говорите о немощи Бога. Бог не немощный, как вы некоторые думаете. Бог всесилен. И Он может все сделать. Совершенно все может сделать. И Он делает все совершенно. Я вам ответил. Вопрос какой еще у вас? Я вижу, что... Если было сказано четыре Евангелия, значит, так и должно быть. Какой вопрос-то в чем? Вопрос какой у вас? Ну, в общем, я уже все услышал, что хотел. Все, пока. До свидания, пока. С Богом. А, вопрос? Богу слава. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Выключите. Выключите. Выключите аппаратуру. Да, да, выключаем.